Приветствую вас, мои юные друзья! Сегодня воскресенье, я в церкви и размышляю о некоторых довольно-таки важных вещах, которые я считаю для меня очень важными и хочу с вами поделиться, потому что я уже не раз и не два говорил о том, что Библия это очень практичная книга и только не учи люди, которые далеки от Библии и никогда ее только не учи. Они толком не считали, могут говорить, что в Библии масса противоречий и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, всякие глупости. Поэтому сегодня хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь в нашей жизни, которую нам необходимо исправить или понять один из духовных законов, существующих в нашей жизни, в этой вселенной. Сегодня часто мы слышим о том, как люди говорят, да я вот сказала мужу, да я вот сказал жене, мы сказали детям строго-настрого и так далее, я своему начальнику сказал. А в социальных сетях это вообще полный беспредел, когда люди позволяют себе не только высказывать свои мысли, мысли еще хорошо, но всякие глупости и утверждать, что это, ну, чуть ли не аксиомы. На базе этого происходит очень много ссор, семейных, бизнес-сор, войны между государствами и так далее, и так далее. Потому что кто-то решил кому-то что-то сказать. Я вспоминаю в связи с этим указ Петра Первого, ну, ему, по крайней мере, это относят, было ли в самом деле так или нет. Я вот посмотрел и нашел такое, что Петр создал указ боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была и имели вид лихой и придурковатый, слегка придурковатый. Так вот, в свое время это была лакмусовая бумажка для того, чтобы определить, насколько чиновник адекватен, адекватен в принятии решений и так далее. Сегодня пришло такое время, когда каждый человек, и особенно в нашей стране, первая поправка Конституции, она позволяет всем все говорить. Мы можем говорить абсолютно все, абсолютно всем. И вот здесь я и хочу показать, где зарыта собака. Сказать легко. Сказать очень просто и легко. Но мы иногда не думаем о последствиях. Для чего мы говорим? Говорим ли мы для того, чтобы просто сказать, показать свой ум или свое собственное мнение, и чтобы остальные люди хотят, не хотят, пусть принимают. Как американцы говорят, my way or highway. Но это ничего не приносит. Мы видим, когда люди со своим мнением ссорятся, расходятся семьи, разламываются дружбы, разламываются бизнесы, войны начинаются между странами, потому что каждый считает, что он умнее и что он имеет право сказать. А если его не слушают, ну тогда применять радикальные крайние меры. Так вот, друзья мои, сегодня я хочу вам привести два места из Священного Писания. Вы можете найти намного больше и примеров в Библии, потому что Библия – это книга жизни, и она показывает абсолютно всю нашу человеческую жизнь во всей ее, так сказать, красе. И поэтому первое место, и первое и второе места – это из книги «Притч». Одна из любимых моих книг, потому что там действительно спрятаны тонны мудрости, и над притчами можно размышлять очень много. Так вот, сначала мы должны ответить себе. Когда мы говорим правду, или что мы так думаем, или какую-то новость, или какую-то идею, что мы хотим этим достичь? Мы хотим кому-то что-то доказать, мы хотим быть, ну как бы, человеком, который все знает на свете, хотя нет такого человека, который может знать абсолютно все. Но некоторые так позволяют себе думать. Или же у нас есть цель, сказав правду, достичь результата. То есть, помочь жене разобраться в каком-то вопросе, помочь мужу, помочь детям, помочь партнеру в бизнесе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы говорим для того, чтобы нам достичь результата, чтобы что-то изменить и чтобы что-то стало лучше, а не просто высказать свою какую-нибудь идею, которая часто бывает глупостью. И потом на нас смотрят, особенно в соцсетях, когда человек один, два, три раза написал дурь какую-то, и так лихо написал, и такой придурковатый вид имеет, и все смотрят, пожимают плечами и проходят мимо. Так вот, первое место, которое я хочу прочитать, это книга, притч, 25 глава, 15 стих. Это перевод Славянской Библии, и вы можете найти это место и прочитать. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости». То есть, это говорится о том, что если ты хочешь что-то изменить, что-то поправить, например, ты попал в проблему с каким-то условным вельможей, твоим начальником или твоим партнером, или твоей женой, твоими детьми, в любой ситуации, кротостью – это единственный инструмент, который может склонить к милости. Это тот инструмент, который может позволить собеседнику твоему, может быть, врагу, а может быть, человеку, который не принимает твою точку зрения, он может склонить его, чтобы он начал тебя слышать. И мягкий язык переламывает кости. Мы знаем, что часто люди склонны к тому, чтобы что-то донести другим, впадают в истерику, в крик, поднимают децибелы в своем голосе и думают, что их услышат. Нет, абсолютно нет. Иногда мы делаем такой железный голос, такие кремниевые становимся, упрямые, прямые, так вот, говорим так с выражением и думаем, что нас услышат. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Библия учит тому, что мягкий язык переламывает кости. И если вы много лет в бизнесе и общались с бизнесменами, вы увидите, что желание заработать, желание не потерять клиента, желание достичь своей цели, продать что-то или какой-то сервис, или какие-то услуги, эти люди бывают очень кроткими и очень мягкими. Но на это не обращают внимания или же говорят, о, он ради наживы. Да, у него есть цель. А у вас есть цель, когда вы хотите наставить детей, когда вы хотите договориться с женой, с мужем, с друзьями, с партнерами по бизнесу? У вас есть цель? Или вы, как эти бояре, имея лихой вид и придурковатый, начинаете толкать свою идею, не думая о том, что вас услышат? И я видел таких людей, они говорят, я ему всю правду сказал в глаза. Но сказал, и что? И ничего. И вот второе место из Писания, из той же 25 главы, но уже стих немножко выше, 12. Она говорит вот о чем. Золотая серьга и украшение из чистого золота – это мудрый обличитель для внимательного уха. То есть, это место Писания говорит о том, что надо быть мудрым обличителем. Если ты хочешь обличить, добиться результата, что-то доказать, что-то иметь с этого, тебе надо быть мудрым обличителем. А мудрый обличитель словами не бросается, мудрый обличитель не повышает голос, мудрый обличитель не становится, как неприступная крепость. И второе в этом стихе очень важное замечание для внимательного уха. Если вы говорите человеку любую идею, любую пропозицию, любую вещь, которую вы хотите донести, нужно видеть, внимателен человек к тому, что вы говорите, или нет. Он может вас не хочет слышать, он закрылся, он отгородился стеной, вы кричите, орете, доводите доводы, и это ни к чему не приводит. Этот урок я получил очень много лет назад. Лет 30 приблизительно назад, а может даже, нет, лет 40 назад. Это произошло, когда с одним из моих друзей мы разговаривали, и я хотел ему доказать, что в каком-то моменте он был неправ. И я использовал все мои знания, всю мою логику, все, что я только мог. Я говорил, 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 и я его логически загнал в угол. И вы знаете, что произошло? Произошло интереснейшее, то, что меня остановило, и то, что меня заставило думать, прежде чем человеку что-то объяснять, что-то говорить. Когда он был в тупике, он повернулся ко мне и сказал, «Даже если ты мне докажешь, что ты прав, я все равно останусь при своем». И это было как все остановилось. Я думаю, я длитых два часа потратил, чтобы моему другу объяснить, что он в какой-то там идее был неправ. А он настолько был упрям, настолько он не хотел ничего знать и слышать, что он прямо сказал, «Даже если ты мне докажешь, я все равно останусь при своем». Я ему сказал, «Так зачем мы вообще об этом говорили?» Поэтому, друзья мои, сегодня, прежде чем говорить, прежде чем высказывать свою какую-то идею, хороша она или плоха, нужно сесть и хорошо подумать о том, что ваш инструмент – это мягкий язык, это ваша кротость, это ваша мудрость. И четвертое, способен ли человек или люди слушать вас, внимательное ухо у них или нет, или они всесветные всезнайки, которым наплевать на то, что они говорят. Сегодня вопрос логики, самокритики, критического мышления, оно у многих отсутствует. Поэтому не нужно, как Дон Кихот, воевать с этими ветряными мельницами. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Таких людей нужно обойти и дальше заниматься своими делами и жить своей жизнью. А вот этих глупых людей оставить в покое, и жизнь, или Бог через жизнь их научит, если они еще способны учиться. Итак, всем хорошего воскресного дня, хорошей недели и благословений Божьих. До следующей встречи с вами. Пока-пока.